Весной этого года стало известно, что за оформление видеорегистратора, установленного в машине, надо платить пошлину 28 евро. Но оказывается, платить надо не только водителям, а всем, кто смотрит на мир, через объектив камеры видеонаблюдения. Опираясь на это, предприниматели уже начали шантажировать посредники, которые не прочь заработать. Подробности в репортаже Даниила Смирнова. Предприниматель Линда Лепеня получила предложение от компании Regences Investments оформить сертификат на право использования видеонаблюдения в своем кафе Walk2Walk. Его выдает государственная инспекция данных. Если вы храните хоть минуту видео, записанного камерами видеонаблюдения, то сертификат вам необходим. Предпринимателю предложили его получить за 155 евро. Лепеня отложила проблему в долгий ящик, но вскоре последовал звонок с раздраженным голосом. Я хочу знать, когда вы подпишите договор, когда мне нужен конкретный, когда вы это сделаете. Я вам пишу-пишу, вы там типа не слышите, я мне должен конкретность, когда будет. Я говорю, ну извините, во-первых, мне непонятен ваш тон. Во-вторых, у меня есть другие приоритеты на данный момент. Ситуация с сертификатом на видеонаблюдение чем-то напоминает историю с получением иностранной визы. Вы можете отправиться в посольство и получить ее там, или же в туристическую компанию, где вам ее оформят за деньги. Нечто подобное происходит и здесь, только в более навязчивой форме. Ту же услугу предлагает сама госинспекция данных за 30 евро, плюс госпошлина 57 евро для крупных компаний и 28 евро, если на предприятии работает меньше 10 человек или для физических лиц. Предложение же Regensys Investments предпринимателю было сформулировано угрожающе. Дескать, без сертификата компания рискует лишиться суммы до 14 тысяч евро в виде штрафа. Предприятием Regensys Investments с уставным капиталом в 1 евро руководит некто Янис Лубарц. Это хозяйственная деятельность нашего предприятия – проводить сертификацию видеонаблюдения, отталкиваясь от требований государственной инспекции данных. Вы как-то уполномочены государственной инспекцией данных? Наше предприятие никак не связано с этой инспекцией. Предприятие два года оказывает эти услуги. Просто эта бизнес-вумен неправильно поняла форму разговора. Однако предприниматель в своем предложении забыл указать, что штраф из-за отсутствия сертификата госинспекция данных начнет взымать только с 25 мая 2018 года, когда регула ЕС вступит в Латвию в законную силу. В данной ситуации мы не можем им запретить, но мы как бы не поддерживаем то, что они так агрессивно рассылают непосредственно свои такие предложения. На такой ракет и какие-то мистические компании, фирмы, которые до сих пор существуют в огромном объеме, да, между государством и предпринимателем, не буду и тоже призываю других не делать это. Это того не стоит. Лепиня сожалеет, что до сих пор у латвийских предпринимателей нет единого источника информации, где они могли бы получать все сведения о том, что необходимо для ведения полноценного бизнеса в стране. Данил Смирнов, Сергей Герасимов, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.